Доброе утро, друзья! В студии Анна Шамбадал, Павел Савченко. И этот прекрасный день, а он будет именно таким. Начинаем вместе с вами. Да, и тема эфира у нас сегодня без гаджетов. Все чаще у людей появляется зависимость от гаджетов. Они уже не могут обойтись без смартфонов, электронных книг, ноутбуков или даже музыкальных плееров. Многие считают, что особенно опасно, когда появляется зависимость от гаджетов у детей. Так ли это на самом деле? Узнаем у нашего гостя. У нас сегодня в студии Александр Савченков, психоаналитик, директор Челябинского института психоанализа. Доброе утро! Доброе утро! Итак, расскажите, пожалуйста, правда ли есть такая зависимость, выявленная у детей от гаджетов? Да, такая зависимость существует. Она очень опасная, потому что гаджет, повреждающий действие, оказывает на психику ребенка на физиологическом уровне. Это вот как раз такой период формирования навыков каких-то, познавательной деятельности, подвижности психики. И в этот момент мы подсовываем ребенку, условно родители, такой объект с повышенной стимуляцией всех этих процессов. Вот. Чтобы было понятно, вот все эти штуки, гаджеты, процессоры, они были разработаны благодаря исследованию работы головного мозга, коры головного мозга. И они устроены так же, как устроены наши нейронные сети. Поэтому сразу смотрите, информация, которую считывает наш мозг с гаджетов, она по объему памяти достаточно тяжелая. Вот. Мозг привык обрабатывать информацию на символическом уровне. Там какие-то объекты, предметы, буквы, символы по одному, подряд. А здесь мы даем сразу большой поток информации и, что называется, перегружаем память ребенка. Ну, естественно, последствия какие? Пониженная обучаемость, повышенная утомляемость, детская шизофрения, да? Вот. Вот это раздражение, это тоже в том числе, да? Да, да, да. Потому что у ребенка не хватает энергии, и начинается полевое поведение. Ну, то есть вот расхлябанность, невнимательность, дефицит внимания, гиперактивность, это тоже вот таким образом. Александр, ну, совсем отказаться ведь мы не можем от гаджетов, правда? Ведь у нас диктует время, что какие-то вещи действительно очень важны и полезны даже с ними вместе, использование гаджетов. Это мы с вами не можем, а ребенка мы должны обезопасить. То есть совершенно, мы сейчас говорим о том, что нужно совершенно его обезопасить от гаджетов. Есть определенные нормативы, да, работы с компьютером у ребенка и у взрослого. Эти нормативы просчитаны физиологами, и вот нужно их придерживаться. То есть больше часа в день ребенку нельзя у компьютера сидеть. Ну, вот как ни крути, понимаете? Ну, то есть мы говорим здесь в разумных пределах. Да. Да, то есть совсем, мне кажется, отказываться сейчас в 21 веке от гаджетов и не давать ребенку там до 10 лет мобильный телефон, ну, это же, мне кажется, растить неадекватного человека. Ну, вы сейчас подменяете немножко понятие мобильный телефон и гаджет. Да, мобильный телефон – это такая штучка с кнопочками для того, чтобы звонить. Ну, да, сейчас в нашем представлении, конечно, уже не... Слушайте, ну, я не знаю по поводу этого, вы, может быть, видели видео, набирает сотни миллионов просмотров, когда ребенку дали вот этот телефон с циферблатом, где надо крутить. Он понял, что это телефон, но как этим пользоваться, он так и не придумал. Потому что навыка нет. А айфон разблокировать может? Да, навыка нет. А айфон разблокировать может, потому что мы ему в 3 года подсунули его, маме некогда, она с подружкой по телефону говорит. Так, хорошо, ну, как понять, если вот эта зависимость уже случилась? Да, ребенок раздражительный, ребенок не фокусирует свое внимание. Что делать? Как отказываться сокращать время проведения с гаджетами или просто удалять их? И как договориться с ребенком об этом? С ребенком не надо договариваться. Это репрессивная мера. Нужно просто исключить гаджет из его жизни. Просто одномоментно. Два-три дня психов, и потом станет все на свои места. Дети быстро адаптируются к среде. Поэтому он забудет про айфон через 3-4 дня. Будет иногда вспоминать. Ну, а в ту же самую очередь, может быть, стоит и показать пример с себя, начиная какие-то вещи? Да, то есть вообще это ведь, как правило, говорят показательным примером. Конечно. Лучшая проповедь, личный пример. Если вы сидите целыми днями в телефоне или в компьютере, то, конечно, ребенок будет моделировать ваше поведение. Все понятно. Ну что же, я думаю, что тогда будем отказываться не только один день. Больше здорового общения. Да, не только один день посвятим этому, а в том числе будем разговаривать. Надо детей, мне кажется, встречать, точнее, знакомить друг с другом, правильно? Потому что дети совершенно перестали общаться и во дворах гулять, и играть в те привычные игры, которые у нас были. Прятки, тукатуха. Слушай, ну и гудрон они не едят, и слава богу. Ну давайте говорить, мы идем в правильном направлении. Спасибо огромное. Спасибо огромное за эту встречу. Напомню, что у нас сегодня в гостях был Александр Савченков, психоаналитик, директор Челябинского института психоанализа. Ну что, далее мы вышли на улицы, наш корреспондент, и спросили, сколько челябинцы смогут продержаться без гаджетов и интернета. Смотрим. Продолжение следует...